на хрена я построил такое большое помещение они будут компенсировать каждому дошло до чуть ли не до угроз написанием заявления полицию а их продукт вообще не работал вот просто не работал господа и снова всем привет очень часто я в своих роликах рассказа о том как мы зарабатываем миллионы на нашей продукции которую мы производим и продаем и не только на маркетплейсах и напрямую с нашими постоянными покупателями именно гостиницами о том как у нас растет торговля о том как мы зарабатываем кучу миллионов но я никогда не рассказываю об обратной стороне медали а именно о том с какими трудностями и нюансами нам приходится сталкиваться по ходу этой деятельности и сегодня именно об этом погнали и не так давно выходил ролик в котором я рассказывал о том что у нас появился новый поставщик которого мы искали месяцами наверно даже с полгода и здесь у нас лежало очень много готового мебельного щита именно того из которого мы вырезаем наши изделия там и ножницы и иные столики разделочные доски подносы и еще много всего другого так вот обратите внимание у нас опять нету сырья из которым мы производим эти изделия и это пожалуй самая важная и самая большая проблема с которой придется столкнуться каждому из вас тому кто решит заниматься производством аналогичным нашему конечно же купить по сути сейчас не проблема никакое изделие но есть один нюанс купить за какую стоимость то по какой цене мы это покупаем напрямую от производителя и вот такими объемами у нас цена вот такая благодаря чему в том числе мы конкурентны нашим конкурентам простите за тавтологию но так и есть плюсом добавляем то что у нас нету аренды плюсом добавляем то что у нас нету кредитов на оборудование и низкая входящая стоимость сырья гарантирует нам успех и нахождение в топе и сейчас ежедневно мониторю наши позиции в топ 5 по запросу минажницы деревянные мы строго сидим на самом главном маркетплейсе и повторю сегодня мы опять остались без сырья перебрали 10 поставщиков и вот 10 нам сказал мы готовы давать вам много всегда и постоянно и он даже привез нам сразу 11 кубов мы эти 11 кубов тут сложили переработали и как оказалось это опять проблема и в продолжение первой проблемы первого нюанса это наличие сырья из него вытекает проблема номер два сырье можно найти можно найти дешево но какого оно будет качество и вот не несмотря на то что даже у нас неплохое качество входящего сырья мы вынуждены содержать целый можно сказать мини отдел по реставрации изделий как это выглядит это выглядит приблизительно так на местах склейки щитов так как он у нас срощенный или сращенный поправьте меня постоянно путаюсь мы вынуждены постоянно скажем так до шпаклевывать из состава пыли и клея пва места где у нас появляются сколы и такое происходит довольно таки часто а еще есть другая проблема когда мы вырезаем изделие на нашем станке с чпу нам же нужно вырезать его целиком и полностью то есть насквозь прорезать чтобы она отделилась от счета давайте буду максимально понятным языком рассказывать так вот раньше мы резали на программе арткам 2008 где мы делали легкую недорезку по глубине по толщине изделия и после этого мы его выламывали и делали фрезеровку какой-то момент нам сказали что можно делать еще с перемычками дорезать насквозь и прорезать изделие оставляя перемычки что это дает это дает то что когда ты выламываешь в первом варианте у тебя по текстуре не выдирается структура дерева и не нужно ее очень сильно вышлифовать тратить на это много времени на шлифовку и реставрацию в какой-то момент мы перешли на перемычки так вот перемычки в артками 2008 их нету но они есть в артками 2018 господа им уже перешли два месяца назад вырезаем эти изделия с перемычками и с того момента как мы начали вырезать перемычками ушла проблема выдирания текстуры дерева когда мы выламываем изделие из мебельного щита появилась другая проблема в тех же местах где располагаются перемычки происходит ровно то же самое но только локально то есть вот здесь перемычка здесь она выдирается и выдирается она не всегда когда ты достаёшь изделие из щита она еще выдирается выдирается и медути порода дерева по волокну тогда когда мы еще производим фрезеровку его то есть сглаживание краев и два месяца мы с этим боремся и вот почти почти мы к этому пришли если очень коротко и очень кратко то перемычки нужно размещать не по По текстуре дерева, то есть волокно у нас сейчас идет вдоль щита, соответственно перемычку мы разместили на этом волокне, и когда мы либо достаем минажницу из мебельного щита, либо ее фрезеруем, высока вероятность того, что вот здесь вы увидите вот такой брак. И вот мы пришли к тому, что перемычки нужно размещать именно по, ну скажем так, против текстуры, то есть может быть наоборот, может быть против текстуры, это здесь кто-то из вас скажет, а кто-то скажет против. В общем, вот так идет текстура, вот тут размещать нельзя. Текстура идет здесь, размещаем здесь. Почему? Потому что когда мы выламываем, текстура лопается и не повреждает изделие. И вот это на самом деле вроде бы такая мелочь, но это очень и очень серьезная проблема, касаемая брака на массовом потоке производства вот таких деревянных минажниц и винных столиков. При размещении перемычек на боках изделия возникают другие нюансы. Например, когда у тебя изделие расположено к краю щита, ты не можешь ему сделать перемычку на самом крае, и ее приходится все равно смещать. Господа, и те, кто этим занимается, наверняка со мной согласится или напишет свой отзыв, может быть я что-то делаю не так. Если даже кто-то из вас еще посоветует, как это делать максимально правильно, я буду очень и очень признателен. Если вы решите запустить такую бизнес-идею и по какой-то причине решите брать б.у. оборудование, то задумайтесь над тем, что его очень много нужно ремонтировать. Господа, вот этот станок, с которого я начал, который был изначально моим и который я сюда привез первый, я опять очередной раз поменял на нем подшипников на 30 тысяч рублей. Это по осям Y, X. До этого буквально месяц назад я менял подшипники по Z и уже, несмотря на то, что я его купил достаточно дешево, вернул, так сказать, к себе за, по-моему, 350 тысяч рублей за него давал. Так вот я в него уже, наверное, столько же и вложил в ремонт, потому что после того, как я его только привез, я его сразу сделал ему ТО на 60 тысяч рублей. Потом навернулась голова, которая простояла тут 15-16 лет, мы поменяли ее на другую. Потом опять подшипники, потом что-то еще, 5-10, постоянно летят компьютеры, да, кстати, у нас недавно была гроза, бахнула где-то в районе около километра отсюда. И в момент, когда бахнула молния, у нас сгорел компьютер. Прям в эту секунду, можно, конечно, не поверить, но именно в эту секунду он сгорел. Ну, сгорел, сгорели порты, благо мы его, конечно, починили, отремонтировали, но сам факт, даже вот такие природные явления, и то оказывают влияние на работу. А когда это сезон такой, как сейчас, который начинается перед Новым годом, перед самыми праздниками крупными, то сейчас каждый час, каждая минута очень дорогая и важна в производственном цикле. Так вот, касаемо станков, старайтесь покупать новое оборудование и поддерживать его техническое состояние. И тогда будет гарантирован вам успех в вашем бизнесе, в вашем развитии ваших товаров. И еще один, ну, не такой существенный, но все же нюанс, это куда же девать вот эту гору опилок, и гору отходов от картона, и гору обрезков от фрезеровки. Ну, если с картоном еще все намного просто, его можно просто сжечь в качестве растопки, да, и он сгорает достаточно быстро, а из остатков дерева мы придумали делать там пеллеты, игры, еще во всяческую переработку включать, то самое большое и объемное это стружка и пыль, тот объем, который не идет на пеллеты, то для того, чтобы вывезти, нужно заплатить немало денег. Условно говоря, лодка 9-кубовая вмещает в себя 300 мешков. 300 мешков мы собираем за одну неделю, она стоит порядка 12-13 тысяч. Если посчитать это в месячном масштабе, то это 50 тысяч в месяц будет стоить утилизация на полигоны отходов от производства. Ну, отходы эти, конечно, повторю, можно использовать и для копчения, и для утепления, и для переработки земли, но не в таких масштабах, в которых она остается у нас. Это тоже была какой-то некой проблемой, и сейчас мы ее решили тем, что нашли человека, который топит сушильные камеры при производстве мебельного щита именно вот таким материалом. То есть это засыпается в большой бункер, включается какая-то подача, и она горит, и тем самым вырабатывается тепло, которое необходимо для сушки материала. И вот таким методом мы решили эту проблему. И еще одна проблема – это шлифовальные узлы. Я совсем недавно, буквально позавчера вернулся из Москвы. Я был на Фуд-Сити, я был на Южных Воротах, я был на ТЯК Москва, торгово-ярночный комплекс. Я поехал туда для того, чтобы расширить свой ассортимент. Есть некие мысли и идеи, и об этом в следующих роликах. Но пока я там искал ту продукцию, которая мне нужна была для развития, я увидел там вот эту нашу продукцию, минажницу. И когда я ее увидел поближе и взял в руки, у меня слезы на глазах появились мгновенно. Ничтожное качество, просто ничтожное. Люди просто берут, вырезают минажницу, и она там, ну, я, конечно, смеюсь, практически в таком виде. Да, там, конечно, нету дырок, но они, те, кто продают эту продукцию на опте, на, в том числе, садоводе, ее вообще не шлифуют и не обрабатывают. Я думаю, те люди, кто держал нашу продукцию, уже готовую, упакованную, вы понимаете, о чем я говорю. У нас здесь яичко, у нас здесь работают шлифовальные комплексы Детеро, о которых я подробно еще ни разу не рассказывал. И сегодня я хотел бы немножко остановиться на этом. И благодаря качеству шкурки, в целом концепции обработки, у нас получаются шикарные, идеальные изделия, которые получают высоченные оценки на маркетплейсы, где мы их продаем. Марка Детеро. Детеро также этот орбитальный барабан, на котором установлены абразивные материалы. Обратите внимание, с двухсантиметровой разбежкой и какое количество продукции мы прогоняем через этот узел. Вот за то время, что мы работаем, ничего похожего из оборудования, даже никакой аналогии мы не нашли. Это устраивает нас полностью. Очень быстрая взаимозаменяемость компонентов, то есть расходных материалов и достаточно высокое качество. Буквально за одну минуту изделие превратилось прямо в гладенькое, очень идеальное изделие. В день мы шлифуем до полутора тысяч изделий на трех станках. Да, вот как раз касаемо тех перемычек, о которых я только что вам рассказывал. Вот сейчас они у нас располагаются, вот они две и вот они еще две. То есть мы их, мы изделие, вот так вот, мы изделие держим на четырех перемычках. Вот сейчас где пальцы находятся, вот это так расположены перемычки. То есть вот она текстура и мы их располагаем здесь. То есть когда изделие выламывается, оно не повреждает заднюю текстуру дерева. Но при этом оно очень жестко фиксируется на щите, что позволяет его прорезать насквозь и оставлять целую структуру. Да, и еще продолжение о моей поездке на садовод и в целом работе на маркетплейсах и о бизнес-идее, которая позволяет покупать товары на опте, а именно на больших крупных рынках столицы и перепродавать их на маркетплейсах, я убедился в этом лично. Пока я несколько часов ходил, бродил по этим рынкам, я очень часто слышал фразу. В момент, когда человек заходит в какую-то точку, он говорит, мне надо для маркетплейсов, я для маркетплейсов. И уже целые отделы на этих рынках, где продается конкретно только упаковка для маркетплейсов, это зип-пакетики, коробки, висят огромные баннера прямо на рынках с надписью «Профессиональная фотография для создания карточек на маркетплейсах». То есть уже настолько большой акцент рынок сделал на продажу и перепродажу товаров на маркетплейсах, что с пугающей скоростью это все вытесняет обычные привычные магазины. И напоследок хочу сказать, что вот это шлифовальное помещение с этими тремя уже на сегодняшний день у нас три шлифовальных узла Тетера, заменяют целую бригаду шлифовщиков. И прошу обратить внимание, все это оборудование именно российского производства. И достаточно высокое качество. Шкурку мы используем на тканевой основе от ведущих мировых производителей. И еще один немаловажный факт. Вам не надо разбираться, какое оборудование нужно именно для вашего производства, так как вам помогут специалисты Детера. И вам не придется ломать над этим голову. Мы часто рассказываем, как продавать товары на маркетплейсах. И вот наши деревянные изделия отличны тому пример. И сегодня же мы хотим поделиться секретом выгодных покупок на этих платформах. Все, что вам нужно, это дебетовая карта Мир с кэшбэком до 35% на самые необходимые категории товаров. И да, наши любимые маркетплейсы тоже входят в этот список, а также еще целых 7 категорий. Супермаркеты и продуктовые магазины, кафе, рестораны, фастфуд, одежда и обувь, такси, общественный транспорт, АЗС, ЖКХ и госуслуги. Вам не нужно выбирать категории, кэшбэк автоматически начислится во всех. Единственное условие совершать покупки на сумму от 5000 рублей в месяц и поддерживать минимальный остаток на карте. Новички могут получить до 5000 баллов в месяц, если будут поддерживать неснижаемый остаток от 30000 рублей. А те, у кого уже есть дебетовая карта, 1000 баллов в месяц. Для тех, у кого на начало акции была карта, условий по остаткам нет. Акция действует до конца января 2025 года, а значит впереди еще 4 месяца, когда вы можете получать кэшбэк целых 35% на привычные вам покупки. Впереди зима, а значит пора обновить гардероб, оплатить годовые налоги и другие обязательные платежи. Самое время подумать об этом заранее и оформить дебетовую карту Агазпромбанка по ссылочке в описании. Дело подходит к сезону, а это самый-самый пик, это новогодние праздники, после них 23 февраля, 8 марта, Татьянин день, день всех влюбленных. По мере того, как мы подходим к этому этапу, у нас даже от поставщика картона, который поставляет нам микро-гофрокартон, из которого мы вырезаем упаковку для нашей продукции, даже он говорит, что заказывайте уже очередную партию картона чуть ли не за месяц. То есть это говорит о том, что в том числе все конкуренты, несмотря даже на сложность с поставками по системе ФБО на склады Wildberries, все равно люди производят и продают и перепродают очень много. И чем ближе к Новому году, тем возрастает рынок, возрастают продажи и тем больше возникает дефицит входящего сырья. А у нас это по большому счету картон, минеральное пищевое масло, которое нам необходимо для пропитки наших изделий. И соответственно сами мебельные щиты. Я думаю каждый из вас еще понимает откуда берутся мебельные щиты. Мебельные щиты берутся с деревообрабатывающей фабрики, а откуда у деревообрабатывающей фабрики берется сырье, вы тоже все знаете, оно берется с делянок. Так вот, когда погодка-то ухудшается, начинаются дождики, снега, да в Краснодарском крае тоже бывает иногда снег, то с делянок вытащить кругляк становится все сложнее и сложнее и в какой-то момент возникает риск остаться вообще без мебельного щита. В сезон, когда торговля рвет все показатели, это непростительная ошибка. И что для этого нужно сделать? Правильно, закупать впрок и своевременно. Господа, и буквально пару месяцев назад, когда еще только-только-только начинался наш сезон по продажам нашей продукции, возникла еще одна очень глобальная и очень большая проблема. Возникла она на маркетплейсе под названием Wildberries, наш сиреневый маркетплейс. И на заднем фоне вы можете видеть большое количество продукции. Ну как бы на самом деле оно не такое уж и большое, тут коробок наверное 50 стоит, это уже половина того, что осталось. Буквально вот сейчас пару поставочек я еще подраскидал. В чем заключается проблема? Я думаю каждый из вас ее очень и очень хорошо знает. Это отсутствие возможности поставлять товар на склад по схеме ФБО. То есть тогда, когда ты отгружаешь товар на склад Wildberries и он самостоятельно по мере появления заказов отгружает эти товары на ПВЗ, там где их забирает покупатель. Все прекрасно знаете, что в какой-то момент поставки вообще закрылись, либо поднялись такие коэффициенты нереальные, при которых вообще невыгодно поставлять эту продукцию на склад Wildberries. Да, вы скажете, можно же конечно же возить по складу ФБО со своего склада по наличию каждой заявки. Ежедневно можно, условно ежедневно можно отгружать на ФБС. Да, но когда я нахожусь в Краснодаре и отгружаю по ФБСу, то есть пришло у меня в день, а я сегодня в среднем продаю 300-350 единиц. Да, проблем нет, эти 350 единиц собрали, отвезли на склад Wildberries по схеме ФБС и отгрузили. Но, когда мой товар будут заказывать из Екатеринбурга, из Санкт-Петербурга, из Новосибирска или тем более из Хабаровска, то чем дальше склад, с которого я буду отгружать по схеме ФБС, находится товар, то тем ниже в списке, в поиске и в рекомендациях я буду находиться. Соответственно, мои продажи отсюда придут вот сюда и я в целом просяду настолько сильно, что я вылечу стопы, это будет вообще неинтересно. Поэтому гарантия успеха больших хороших продаж на Wildberries в том числе, это наличие товаров именно на складе Wildberries по системе ФБО. Я реально очень сильно чувствую просадку по конкурентам. То есть конкуренты не могут поставлять товар. И вы скажете, Юра, да блин, у тебя там столько товара, ты его, кстати, очень многие и так и говорят в комментариях, что вот ты, если у тебя так все хорошо, у тебя бы не стояло столько коробок на складе. Тогда, когда я снимал предыдущие ролики и на заднем фоне была куча коробок, и люди многие говорили, когда идут хорошие продажи, товар не лежит на складе Wildberries. Так вот тогда этот товар лежал перед отгрузкой. То есть я снимал ролики, тогда, когда лежала куча, куча, куча и еще раз куча товара, и мы его буквально через несколько часов отвозили, загружали газели, битком по 2,5 тонны отвозили в транспортную компанию, то сейчас товар лежит, потому что нету возможности своевременно отгружать на marketplace по системе ФБО. И это на самом деле очень и очень большая проблема. Как с ней я боролся? В какой-то момент я узнал от сотрудника Wildberries, который мне позвонил каким-то вопросом, что-то, не помню, уже какой-то диалог у нас возник с этим сотрудником, и она мне подсказала, девочка говорит, а есть же боты, которым ты даешь API-ключ, они его к себе привязывают, ты создаешь поставки, и ты платишь за каждую поставку, по-моему, там 400 рублей, и как только появляется свободный слот, а они когда-то обновляются, то есть появляются, да, бесплатные, но они очень быстро раскупаются и очень быстро бронируются. И, соответственно, у обычных простых поставщиков, как правило, чаще всего это у не сильно крупных, то есть отсутствует возможность дать товар либо бесплатно, либо там хотя бы X1, X2. Я купил этот бот, он ни хрена не работает, я даже ругался. С владельцем этого бота дошло чуть ли не до угроз написанием заявления полицию, потому что я им заплатил 7000 рублей, а их продукт вообще не работал, вот просто не работал. А конкретно появляется слот, мне бот присылает уведомление, что вот на этом складе ваша поставка появилась, требуемая вами там до X1 в эти даты, и я бронирую. Он мне присылает уведомление, что он забронировал, я захожу в личный кабинет Вайлберса и вижу, что да, он действительно перенес поставку на эту дату, но там коэффициент не X1, до которого я ставил требования максимальные для приемки, а там X20. То есть, когда появляется свободный коэффициент, например, бесплатно или X1 или X2, у меня было по таким критериям заявлено в боте, то этих ботов уже создано настолько много, что непонятно какой из ботов первый забирал это бесплатное место. Соответственно, да, он увидит уведомление присылать, но тот момент, пока ему нужно совершить транзакции для переноса этой поставки с той даты, на которой она висит, на ту дату, которая оказалась бесплатная или дешевая, за это время переноса он уже занят этот слот. Бот думает о том, что он вам его перенес за дешево, а по факту перенес за дорого. В общем, бот не работает. Доходило до того, что я, просыпаясь ночью 2-3 раза, в 2 часа ночи, в 4 часа утра, в 6-7 утра, я первым, что делал, это брал телефон в руки и заходил в поставки, и искал, 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 искал свободные поставки. Но чем дальше, на сегодняшний день уже совершенно практически в ноль пропала возможность делать поставки, хотя очень и очень и очень сложно, тяжело, но мы находили, даже по сей день, находили слоты для поставок и отгружались, и у нас товары висят, висят и продажи растут. Почему? Потому что конкуренты, видимо, не могут найти слоты. Но, слава богу, с 26 сентября, касаемо конкретно Вайлдберса, они будут компенсировать каждому селеру, исходя из его продаж, исходя из его остатка и исходя из его оборачиваемости товаров на Вайлдберсе. Они будут компенсировать какую-то расчетную часть стоимости отгрузок платных, для того, чтобы у каждого была возможность содержать свои товары на остатках Вайлдберса по схеме ФБУ. И это не может не радовать. Господа, будем подводить итог по сегодняшнему ролику и скажу еще вот о каком нюансе. Когда это помещение изначально проектировалось и строилось, оно было 10 на 30. 10 ширина, 30 длина, 30 квадратных метров, но все про все. Потом в какой-то момент я решил еще сделать пристройку. Это еще 30 на 4,5, еще плюс 125 квадратов. У нас получилось 425 квадратов. Итого. И я еще полтора-два года назад ходил вот так вот по всему помещению и думал, нахрена я построил такое большое помещение. Хорошо, что оно свое. Хорошо, что за него не нужно платить аренду. Хорошо, что здесь экологичное производство, которое не мешает никому, ни соседям. Мы работаем с деревом. Дерево это натуральные материалы. Мы здесь никаких химии не используем. И при всем при этом я ходил и думал, блин, что можно здесь делать? Нафига оно такое большое нужно? И сейчас, тогда, когда у нас заходят в параллель к нашему теперь на сегодняшний день основному производству минажниц и винных столиков, у нас заходит еще мебель. А это при всем при том, что мы здесь все не делаем. Это бокс-спринги, те, которые вы видите на заднем плане. И еще мы будем делать мягкие элементы для изголовьев. А все остальное мы делаем в другом мебельном цеху, который находится совершенно в другом месте. В тот момент, когда заходит этот заказ, уже здесь места становится настолько мало, что порой подумаешь о втором этаже. Ну, конечно, это шутка, второй этаж никто строить не будет и расширяться уже некуда. Поэтому ютимся здесь, делаем, производим и зарабатывая деньги, рассказываем каждому из вас, что у нас из этого получается. И на этом, господа, на сегодня все. Не забудьте оценить ролик, поделиться им с друзьями. Я, как обычно, всем желаю крепкого сибирского. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok